Добрый день, друзья! С вами Коноден. Это новости из мира YouTube. Сегодня в фокусе внимания детский контент, поскольку YouTube со всех сторон подвергается нападкам из-за детского контента. Вы помните недавние скандалы, связанные с активностью педофилов в комментариях, отключением комментариев у детских каналов. Сейчас же, в принципе, возникает глобальный вопрос о том, способен ли YouTube защитить детей на платформе. Способен ли YouTube очистить детский контент от трэша и способен ли YouTube противостоять разнообразным угрозам, которым подвергается детский контент. И сразу ряд новостей, которые с этим связаны. Новость первая. YouTube подвергся расследованию со стороны FTC за неспособность защитить детей. Проблемы, связанные с детским контентом, как вы уже поняли, продолжаются. И сейчас все это вылилось в расследование со стороны Федеральной торговой комиссии. Расследование находится на завершающем этапе. Иначе-то оно было после ряда жалоб со стороны групп по защите прав потребителей и конфиденциальности пользователей. FTC изучает практики сбора данных. YouTube разбирается с неспособностью компании защитить детей. Специалисты комиссии также изучают публикации в СМИ, описывающие соответствующие проблемы. Какое решение в конечном итоге примет компания, пока неизвестно. Но могут последовать новые санкции, введение новых фильтров и новые экстренные действия, к которым YouTube может оказаться неготовым на данный момент времени. И следующая новость, которая также связана с детским контентом. YouTube рассмотрит перенос всего контента для детей в отдельное приложение. Собственно, в YouTube Kids. YouTube задумывается над этим уже достаточно серьезно. Авторы идеи считают, что такое решение поможет оградить маленьких зрителей от нежелательного контента. В качестве еще одной меры защиты предлагается отключить в видеороликах детских автовоспроизведений следующих видео. А также рекомендации формировать не автоматически, а возможно вручную, поскольку в рекомендованном контенте могут оказаться сомнительные видеоролики. Понятно, что такое решение с одной стороны потребует значительной переработки алгоритмов, а с другой стороны подвергает риску огромное количество детских каналов, которые могут лишиться трафика, либо у них может все пойти не так, как шло до настоящего момента времени. К другим новостям. Google анонсировал фильтр YouTube, который сделает макияж бьюти-блогера. Это обновление YouTube Beauty Try On, которое разрушит четвертую стену между бьюти-блогерами и зрителями. Теперь во время просмотра видео о косметике пользователи смогут с помощью AR-технологии накладывать себе макияж и сразу покупать понравившиеся товары. Вот такая новинка, не знаю, насколько это приживется. Опция станет доступна всем летом 2019 года. Ее смогут протестировать владельцы канала с более чем пятью тысячами подписчиков при помощи сервиса FameBit. Нужно будет зарегистрироваться, скачать приложение и, в общем, обещают, что будет работать. YouTube тестирует скрытие комментариев кнопкой на Android. Это тестирование в приложении Android с помощью специальной кнопки. В таком варианте не нужно просматривать под видеороликом раздел «Рекомендуемые» до комментариев. Достаточно под видео нажать кнопку «Комментарии», и они сразу откроются. То есть не нужно будет прокручивать рекомендованное видео, чтобы перейти к комментариям. Сразу можно открыть и закрыть их. Посмотрим, скоро это обновление должно вступить в силу. Google позволит продвигать YouTube-трансляции как медийную рекламу. На самом деле, давно напрашивающееся решение, но теперь оно уже анонсировано. Это новый формат рекламы, который позволит видеокомпаниям превращать прямые трансляции в медийные объявления Leaf Stream Ads. Реклама такого формата будет показываться там же, где и другие медийные объявления. Пользователи смогут расширить эти видео на весь экран, взаимодействовать с ними, так же, как они делают на YouTube. В данный момент новый формат находится на стадии закрытого бета-тестирования. Ну и посмотрим, когда уже откроют доступ для всех. Google тестирует закладки для YouTube-видео в результатах поиска. Интересное, на самом деле, решение. Эти закладки позволят пользователям перейти к основным моментам в роликах, не просматривая тот контент, в котором они не заинтересованы. Новая функция замечена при поиске видеоинструкций в последней бета-версии приложения Google. Временные метки появляются, точнее, временные метки появляются под превью видео в результатах поиска, позволяя начать просмотр с той части ролика, которая наиболее релевантна запросу. И похоже, что Google уберет информацию для закладок из описания видео. А возможно, есть тайм-кодов, что было бы совершенно логично. Так, прикиньте, сразу можно. Ну, это, знаете, как вот сниппеты, которые формируются в поисковой выдаче. Если кто занимался SEO или созданием сайтов, те понимают, что можно по сниппету перейти сразу в нужный раздел сайта из поисковой выдачи. Также и в YouTube теперь можно будет переходить сразу в нужный раздел видео, если в видеоролике содержится необходимая и достаточная информация о таймингах, что, где, когда. Если есть тайм-коды, это может стать еще более удобным. YouTube перевыпустит популярные клипы из 90-х и 2000-х. Музыкальная коллекция YouTube – это огромное количество клипов популярных исполнителей. Но качество многих роликов, которые были созданы еще в эпоху полуцифровых технологий, довольно низкое. Руководство сервиса решило эту ситуацию исправить с помощью массового ремастеринга классических записей в соответствии с актуальными стандартами видео. Ожидается, что до конца 2020 года обновлению подвергнется более тысячи клипов разных жанров и исполнителей. Сейчас уже обновлено более ста клипов. Ознакомиться со списком можно с помощью поискового запроса «Remastered in HD» на YouTube. Ну и в приложении кадры до и после, чтобы все видели разницу. Новости, политики. Юрий Хованский стал помощником депутата Госдумы Василия Власова. Я вспоминаю, некоторое время назад вышел ролик, по-моему, у Торвальда, блогеры в Госдуме, назывался. Вот, собственно, реализация этого на практике. Депутат МДПР Василий Власов, самый молодой депутат Госдумы свежего созыва, который прокомментировал себе назначение в помощники Юрия Хованского следующим образом. Юрий Хованский стал моим помощником на общественных началах. На его YouTube-канале достаточно много передач, посвященных социально значимым вопросам. У него только на одном YouTube 4 миллиона подписчиков. Его видео набирают больше миллиона просмотров каждое. И мне кажется, что это молодежная аудитория, которая может какие-то предложения высказывать. А он уже будет это дело собирать, транслировать нам в Госдуму. Ну, я думаю, что теперь всем нужно будет обязательно бухать, материться и прочие интересные предложения и нововведения, которые Юрий Хованский вполне может собрать и помочь реализовать. А вы напишите в комментариях, что может интересного предложить народу Юра. Ну и последняя новость на сегодня касается Рутюба. Неожиданно, да? Так вот, Рутюб-лист. Это специальный раздел Рутюб, который предложит просмотр кино без рекламы в обмен на прохождение опросов. Это целая супер развлекательная медиаплатформа с возможностью бесплатного просмотра контента. Она не будет использовать подписку или рекламную модель. Вместо этого доступ к контенту будет осуществляться после прохождения опросов. Ну, учитывая в целом политику Рутюб, можно предположить, что опросов будет довольно много. И так просто на халяву, как говорится, вряд ли кому-то позволит что-то посмотреть. При всем моем уважении, Рутюб пока что не смог достичь сколь-нибудь значимых результатов в плане медиа-контента, в плане видеоконтента, для того, чтобы охватывать значимую аудиторию. Ну, будем наблюдать, посмотрим. Спасибо за внимание. Это все новости на сегодня. Если у вас есть еще интересные новости из мира YouTube, пишите о них в комментариях. А с вами я, Конно Дэн. Мы говорим про YouTube. Подписывайтесь. Пока.